Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Перспективные кадры. В Абруйске прошла встреча сенатора с молодыми специалистами. Активная жизненная позиция, она помогает и развиваться личности всесторонние. Как адаптироваться на первом рабочем месте. Покусились на республиканской каравай. В Горецком районе пытались украсть 5 тонн пшеницы. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Во сколько обошлось золото полей. Не купить из-под полы. Гигиенисты провели мониторинг на рынках города. Нет условий, где можно помыть инвентарь для нарезки. Чем может быть опасна сезонная ягода. А также незапланированное совещание, тематический урок и музыкальный слух. В стране стартовал кастинг вокального шоу «Фактор Бай». Когда прослушивание. Придать товарный вид. Президент посетил Минский мотовелозавод. Активнее осваивать пустующие площади и разобраться, наконец, с долгостроями. Такие задачи перед мэрией поставил Александр Лукашенко. В главе государства есть чем сравнить. Эту площадку он посещал примерно полтора года назад. Но изменилось с тех пор немногое. Как покончить затяжными объектами, обсудили наинициированном белорусским лидером совещании. Возьмите «Газпромовский долгострой». Длительное время не могут ввести в эксплуатацию гостиницу напротив Минской арены. Не завершено строительством паркинга и устроенных помещений в жилом доме на Неманской. На Кальварийской торговый центр «Гулливер». Немой укор нашей бесхозяйственности. Так же, как и строение возле цирка на самом знаковом месте Минска. О чем говорят эти примеры? О том, что в столице бардака больше, чем где-либо, Наталья Ивановна. Жуликов здесь хватает, но и нерасторопность городских чиновников тоже имеет место. И вы, как никто, должны понимать, что это не только памятники бесхозяйственности. Прежде всего, это несозданные рабочие места, недополученные налоги в бюджет, замороженная экономическая активность. Президент потребовал доложить о ситуации с завершением строительства объектов на месте бывшего завода Минского производственного объединения вычислительной техники. В перспективах развития территории мотовелозавода и путях решения проблемы других долгостроев столицы. Аграрный квартет в Горицком районе предотвратили кражу пшеницы. Правоохранители задержались поличным четырех местных жителей. Мужчины пытались похитить урожай с техники, которая находилась прямо в поле. Как выяснилось, 25-летний комбайнер в конце рабочего дня целенаправленно оставлял зерно в бункере. А вечером вместе с подельниками планировал его вывезти. Машина изъята, а в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Пять тонн пшеницы на общую сумму более двух тысяч рублей возвращены хозяйству. Белорусский автомобиль, семейный капитал и урожайный год. В стране намолочено свыше пяти миллионов тонн зерна. Какой план у аграриев? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Белоруссии намолочено свыше пяти миллионов тонн зерна. На помощь отстающим направляют дополнительную технику и людей. Все, чтобы ускорить темпы. В этом году аграрии рассчитывают на рекордный десятимиллионный каравай. Ведется также сев азимово-рапса и подготовка почвы под ячмень. Площадь для него увеличена до двухсот четырех тысяч гектаров. По программе «Семейный капитал» открыто 116 тысяч депозитов. Большая часть из них на улучшение жилищных условий. В списке также получение медуслуг, образование и приобретение товаров для инвалидов. Рассчитывать на помощь могут многодетные. Размер выплаты 25 тысяч 995 рублей. В стране планируют создать полностью белорусскую машину. Отечественному автомобилестроению нужно многое локализовать и разработать мосты, коробку передач и двигатель. Поставки некоторых комплектующих и запчастей для завода Белджи приостановлены из-за санкций. Это стало толчком для развития импортозамещения. Названа тема урока 1 сентября. В исторической памяти сила и единство белорусского народа. Приоритетом остается идеологическое, гражданское и патриотическое воспитание. Для церемоний вноса и выноса госфлага создадут знаменные группы. А со следующего года в каждом учреждении появятся музеи, посвященные геноциду во времена Великой Отечественной. В стране стартовал кастинг вокального шоу «Фактор Бай». Белтелерадиокомпания ищет таланты во всех уголках Синеокой. Исполнить песню необходимо акапелла. Прослушивание проходит на одной из самых престижных площадок – в концертном зале «Минск». Принимают заявки до 21 августа. Возраст участников – 16 лет. От охраны труда до молодежных инициатив в Бавруйске прошла встреча с начинающими специалистами. В зале около 40 молодых людей, которые только покинули стены учебных заведений и приступили к работе. Опытом взаимодействия и помощи в адаптации поделился член постоянной комиссии Совета Республики и генеральный директор коммунарки. Сергей Юнюховский рассказал, как важно быть вовлеченным в жизнь предприятия. Тогда деятельность будет приносить не только плоды, но и удовольствия. Я тоже когда-то был достаточно давно молодым специалистом. Активная жизненная позиция помогает развиваться личности всесторонние и помогает формироваться как специалисту. Поговорили о направлениях, которые предлагает Молодежный союз. В целом же в организациях города созданы все условия, чтобы специалисты чувствовали себя комфортно на первом рабочем месте. После встречи ребятам предложили собрать спил с карты Беларуси. Самая быстрая команда получила подарки от коммунарки. Ягода с сюрпризом. Городские рынки буквально усыпаны сезонным товаром. Потому в поле зрения специалистов соблюдение санитарных норм. Во-первых, на арбузы должны быть соответствующие документы, которые подтверждают отсутствие нитратов. Во-вторых, продажа в разрезе категорически запрещена. Почему, расскажет Ольга Васенда. Галина Катыш продает арбузы уже больше пяти лет. За это время изучила все нюансы сезонного бизнеса. Бахчевые лежат на подонах, залежавшиеся в разрезе отсутствуют. Женщина заверяет, документация тоже в порядке. Сами ягоды из Краснодара. Говорит, сладкие, как мед. Этот сезон вообще шикарный. Кто купил арбуз вчера, все пришли к нам. Все довольны покупателям. Стараемся всей душой к покупателю подойти. Выбрать, рассказать, подсказать. Чтобы были довольны. И на завтра они опять пришли. Мини-рынок проверяет врач-гигиенист. Сезон продажи арбузов в самом разгаре. На товар у продавцов должны быть документы, которые подтверждают. Ягоды без нитратов. Превышение нормы чревато кишечной инфекцией или отравлением. Спелую ягоду выделяют контрастные полосы. Твердая и блестящая корка. Плюс высохший хвостик. Еще одна важная деталь. Пятно сбоку. Если оно белое, то арбуз лучше не брать. Оно должно быть оранжевое или желтое. Обращают внимание гигиенисты и на способ хранения. Это касается всех объектов общественного питания и торговли. С начала года зафиксировано 217 нарушений. Трещины, вмятины и глубокие царапины тоже недопустимы. Половинки, даже завернутые в пищевую пленку, непригодны к употреблению. Наиболее частым нарушением является реализация резаных арбузов и дыней. Санитарными правилами это запрещено, потому что когда нарезается арбуз дыня, теплая жаркая погода, влажная среда, сладость, сахар. В связи с этим происходит размножение микроорганизмов. Кроме того, нет условий, где можно помыть инвентарь для нарезки. Это нож. Максимальный штраф физлицам – 960 рублей. Юрлица и вовсе могут лишиться 16 тысяч. Для торговли бахчевыми также недопустимы никакие машины и точки вдоль автострад. Легальная продажа возможна только под навесом в специально разрешенных местах. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Бой с вице-чемпионом Белшина и Баты разошлись миром в минувшем туре чемпионата страны по футболу. Счет в матче открыли борисовчане. На 38-й минуте Громыко реализовал 11-метровый удар. В самом начале второго тайма желто-синее забили еще один гол. Оказалось, это далеко не конец. Сперва капитан Шинников Васильев изящным ударом со штрафного пробил кудровца. Точку в игре поставил Гомза. С лета отправил снаряд в сетку хозяйских ворот. 2-2. Бобручане увезли из Борисов-арены один турнирный бал. Тяжелый матч сейчас, когда после игры анализируем, моменты были хорошие. Не смогли до конца, наверное, что-то реализовать. Но в целом результатом я доволен. И ребятами доволен то, что смогли с 2-0 вернуться в игру и вырвать эту боевую ничью. Я думаю, что тут проявили мы характер. Сейчас Белшина идет на 12-м месте в таблице. В следующем туре подопечные Альберта Рыбака сыграют на выезде против Гомеля. Поединок назначен на 20 августа. Начало 18.00. Это все события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!